Такое большое количество спортивных людей, да еще и на одной площадке, увидишь не часто. Дело в том, что все они участники настоящего фитнес-лагеря, который на три дня развернулся в кампусе ДВФУ. Дальневосточный фестиваль Fit Love ждали все. Любители кроссфита, йоги, пауэрлифтинга и многие другие приверженцы здорового образа жизни. Программа фестиваля не дает заскучать. С утра и до вечера в отдельных секциях опытные спикеры рассказывают и показывают, как правильно тренировать свое тело. На один отдельный сектор час времени, после смены тематики. Вот, например, секция фитнеса. В группах спортсмены проходят высокоинтенсивные, но короткие тренировки, так называемые грид. Грид плавит, это высокоинтенсивная тренировка, формат 30 минут. То есть очень много прыжков, очень много упражнений, количество повторений. То есть тренировка направлена на силовую выносливость, скоростную, на взрыв, да, то есть чтобы мышцы были в тонусе, ну и на жиросжигание обязательно. Еще больше усилий прилагали участники секции кроссфита. Это, например, тренер Василий Тиваненко, который в своем отделении рассказывал про важность получасовой разминки, а также про занятия греблей. Это, по его словам, как ничто другое расширяет потенциальные возможности организма. Все функциональные движения идут от гидра к конечностям. То есть условно от таза к рукам. И, соответственно, на гребле я пытался донести до ребят, что гребля – это не тянуть, гребля – это толкать. То есть работа ногами. Помимо практики узнать что-то новое можно и на лекциях, и на теоретических секциях. Как вовлечь ребенка в спорт, как развить свое фитнес-дело и даже как правильно кушать сладости. В местном кухонном секторе можно узнать, что, например, итальянская тирамису – высокобелковая и полезная пища для спортсменов. А в этом уголке и вовсе медицинские тонкости. Мануальный терапевт рассказывает о важности тейпирования – нанесения специальной ленты на травмированные участки тела. Особо актуальная вещь в современном спорте. В своей секции рассказывала о тейпировании, о тейпировании плеча, потому что это очень часто в спорте, в фитнесе задействованный регион, с которым бывают проблемы. И мы наглядно решали их. Очень было наглядно до тейпирования и после тейпирования. Всего фестиваль «Фитлав» собрал в себе 11 спортивных площадок, 45 тренеров и спикеров и более 1000 участников, каждый из которых по итогу получит официальный сертификат, а также важные знания для будущего развития своего тела. Максим Яковлев, Сергей Тулатиев. Новости спорта на Восьмом.